Здравствуйте! В эфире программа «Панорама». Гость нашей сегодняшней программы – легендарный космонавт Владимир Джанибек. Здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Александрович Джанибеков – летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Родился 13 мая 1942 года в поселке Искандар в Асталыкском районе Ташкентской области Узбекской ССР. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил летчиком-инструктором ВВС Советского Союза. В 1970-м был зачислен в отряд космонавтов. Совершил пять космических полетов, два выхода в открытый космос. Общая продолжительность полетов – 145 дней и 16 часов. Впервые в мире осуществил стыковку пилотируемого корабля, свышедшей из-под контроля орбитальной станции. Награжден пятью орденами Ленина – Орденом Красной Звезды. Член Союза художников СССР. Президент Ассоциации музеев космонавтики. Владимир Александрович, Вы пять раз бывали в космосе. Нам, людям, которые никогда не бывали там, наверное, все равно сложно представить те эмоции, мощные такие эмоции наверняка, которые Вы испытывали вот в этих полетах. Сегодня, в этой земной жизни, не хватает этих эмоций сейчас? Время идет, все меняется, поэтому оглядываться назад, ну, наверное, время от времени жизнь заставляет, так, но говорить о тех эмоциях и сегодняшних, как-то не приходится. Ну, тянет туда. Тянуло, еще как. Сейчас уже начинаешь понимать, что пора собирать камни, да? Ну, тем и занимаемся. Владимир Александрович, вот после экспериментов на Большом Андронном коллайдере ученые приблизились к очень многим открытиям, которые могут перевернуть представление людей о том, как зарождалась Вселенная и так далее. Вы верите действительно в это, что Большой Андронный коллайдер и вот этот огромный большой эксперимент международный действительно что-то откроет то, чего человек никогда не знал? Ну, я не думаю, что сам коллайдер поможет что-то новенькое открыть или получить достаточно весомый результат. Но само создание такого грандиозного, в общем-то, исследовательского инструмента обычно даром не проходит, как и создание многих других, на первый взгляд, ненужных вещей, я считаю. Самая ненужная вещь – это оружие. Так, а сколько туда вложено, а потом вдруг начинается применение уже за пределами интересов Минобороны. Ну, тем не менее, я не берусь быть здесь судьей, так и тем более критиком, потому что я очень далек от тех задач, которые решают ученые. Но уже то, что народ научился совместно решать грандиозные проекты и участие большого количества стран, передовых, в общем-то, взглядов на сегодняшний день, это уже многое значит. С вашей фамилией связано явление, ну, уже довольно известно это в ученом мире, эффект Дженебекова, когда тело вращается и в определенный момент переворачивается на 180 градусов и вращается в другую сторону. Все-таки, как вот по деталям, как это все получилось у вас, как вы обратили на это внимание, и все-таки, что это, вот это открытие, вообще, как его объяснить и какое значение оно имеет для вообще понимания нашей жизни? Ну, вы мне вопросы задаете, так, на которые сегодня и такие глубокие математики, так, по-моему, до сих пор не могут до конца решить эту задачу, потому что сама задача относится к области теоретической механики, вообще-то вращающиеся тела, так, но ведет она себя необычно. Получилось, можно сказать, неожиданно, когда мы разбирали прибывшие хозяйства на прогрессе, и там многие элементы зафиксированы на длинных шпильках, гайка с ушами, так, барашек. Ну, их большое количество, и вот начинаешь вот свернул, потом ударяешь, свернул, ударяешь, так, и сразу же 4 или 5 они вращаются, шпильки длинные. Время жалко, поэтому процесс идет сам собой. Поначелкал, так, и только успеваешь их ловить и в карман. Ну, одно я решил посмотреть, а что с ней будет дальше. Вот она летит, эта самая штука, вращается, делает примерно 40 оборотов, и вдруг неожиданно она делает резкий кувырок в обратную сторону, движение-то в ту сторону продолжается. Крутится. Но она на отворачивании летела в этом направлении против часовой стрелки, ушами вперед, да? Вдруг кувырок, так, и теперь она летит, вращается в обратную сторону, и гайкой вперед. Она там пролетает ровно такое же расстояние, делает точно такой же акробатический кувырок и продолжает, и вот это повторяется периодически до столкновения со стенкой. Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилось, я проверяю вдоль, поперек станция, Виктор на меня смотрит, ну, вот первая фраза, так вот, и он радуется, что у меня хорошее настроение, так? Ну, собственно, и ничего, как бы, в дальнейшем и не было, поигрались, успокоились, потому что начинаешь думать, Юла тоже раскрутил, она начинает, но мы на Земле в гравитации не можем определить, а что дальше будет Юла делать, как кувыркаться? А там она тоже должна делать периодически вот эти вот переключения по скорости. Если в невесовом месте. Набрала она какое-то количество движения, так, в интеграле, а потом говорит, хватит, хочу поменять. А вот причины этого, на мой взгляд, опять из волновых свойств материи, потому что когда протончики в нашем теле, они по очереди, там, так, а если все хором исчезают, так, потом снова появляются. Здесь уже появляются некие другие свойства вообще. Ну, это фантазировать начинаем. Ну, как ученые объясняют вот этот эффект? Да никак. Они слушают с огромным интересом, так, объяснение пока. Ну, я, во всяком случае, не слышал. Ну, вот есть предположение, что по такой же схеме и наша Земля через какое-то время тоже делает такой же ковырок и начинает вращаться в другую сторону. Насколько это теория... Ну, об этом еще и Эйнштейн говорил, так, что если, например, растопить все это ледники, то не исключено, что Земля ковыркнется. Но у меня несколько другое, более спокойное отношение к этому, потому что Земля не является абсолютно твердым телом. Начнем с этого. И есть некие другие вещи. Ну, во всяком случае, Земля — это серьезная электродинамическая тоже машина, которая взаимодействует с Солнышком и с другими небесными телами. И поэтому она зародилась, так она живет. Ее может опрокинуть, видимо, только лишь очень серьезное внешнее воздействие, столкновение с каким-то... И, наверное, такое происходило когда-то. Мне кажется, что и Луна является хорошим демпфером. И как-то сбалансированная вот эта уже комбинация двух серьезных небесных тел, она уже, ну, как бы, вот заняла свое место, свою ячейку. И если ее сильно не тревожит, то она так и будет жить. Ну, вот вы сейчас продолжаете заниматься наукой. Вот сфера вашей деятельности какая? Чем вы занимаетесь? Ну, трудно это сказать серьезным занятием, потому что я считаю себя непрофессионалом, дилетант, точное выражение, так, определение. Но знакомство с очень интересным физиком, теоретиком, Львом Сапогиным еще в середине 70-х меня увлекло. и затем вот уже на протяжении почти 40 лет, так, я с ним уже в одной связке, и не только образно так, но он меня еще и увлек в горы, он сам еще и альпинист, инструктор. Льву Сапогину удалось завершить или решить то, что оказалось не по силам, ну, предположим, Луи де Бройлю, который вынашивал идею, что частица, материя, имеет волновую основу, и элементарная частица, есть вот некий волновой пакет, такой, что-то образно, волновой сгусток. Но у такого пакета сразу же появляется и другая особенность, что он не живет постоянно, так он то размазывается в пространстве, потом снова сворачивается. Ну, и вот вот это более волновая, чем предметная картина мира, она очень очень занимательная, эта штука, так, и более того, что в унитарной квантовой теории, которую создал Сапогин, там рассчитано свойство и тонкая структура электрона, начнем с этого. Ведь в классической квантовой механике элементарная частица представляется в виде некой абстрактной точки, которая имеет какую-то там физическую сущность, она каким-то образом связана с полем. Частицы неподвижны, значит, движения нет, возмущения поля нет, ну и частицы нет. Вот, как только начинается колебание частицы, возмущение поля, оно приводит к вот я говорю очень может быть примитивно, так, но по сути так оно и есть. И классическая квантовая механика вообще не рассматривала структуру элементарной частицы. Главное, в унитарной квантовой теории появились две очень интересные вещи. Это к трем существовавшим появились еще два свойства так называемой потенциальной ямы. И вот у Сапогина в одном случае в потенциальной яме частица может родиться, так и вылететь, как бы, или погрузившись в яму, потом исчезнуть. Первый эффект Сапогин назвал родильный дом, а второй крематорией, за что его очень сильно критиковали. Ну а теперь о самом больном для вас, наверное, да и для нас, все, кто воспитывался на успехах советской космонавтики. В последние пять лет произошло столько неудач в отечественной космонавтике, в российской космонавтике, ну, наверное, за все время, наверное, существования наших вообще исследований и полетов, наверное, такого не было. Простите, а какие неудачи? Ну, все наши неудачные старты. Сколько? Вы оголом, так это говорили, за последние? Ну, много было неудач. Ну, много скажу. была полоса такая, так, ну, во-первых, начнем с того, что все-таки идет совершенствование уже существующей базы, так, и двигатели видоизменяются, так, идет проработка новых компонентов, то, что в комплексе управления, блок управления, так, единственное, вот, отказывали. Да. Это, ну, это беда, которая должна была появиться, когда у нас исчезла своя электронная промышленность, свои комплектующие перестали поступать на сборку, когда покупают где-то за границей, часто, наверное, бывает, что-то подешевле взять, то начинается сбои. Ну, наверное, эту полосу надо было пройти, так, поумнеть, так, и сейчас, в общем-то. Я, в общем, рассматриваю нашу космонавтику как вполне устойчивую систему, которая ни в коем случае не стоит и корабли постепенно проходят, внешне оно не видно, так, это глубокая модернизация, так, на самом деле вот эти вот уже прямые старты, так и через 6 часов стыковка, так, наверное, это говорит о чем-то таком не очень видном, но это хороший шаг. Во-первых, это говорит о том, что энергетики у нынешнего носителя хватает для того, чтобы вывести корабль на более высокую орбиту, ну, и энергетики корабля тоже хватает, чтобы завершить нормальный процесс. То есть, вы считаете, что все-таки эти неудачи все-таки временные и отечественная космонавтика все-таки станет достаточно конкурентоспособным? Абсолютно, и по количеству ежегодных запусков мы пока еще держим первое место. Владимир Мишельевич, но я все-таки имею в виду все-таки будущее космонавтики, все-таки те же американцы сейчас концентрируются на исследованиях дальнего космоса. Мы в этом, в этой области, ну, наверное, выглядим пока слабо. Есть ли у нас шансы, и вообще, есть ли смысл изучать дальний космос? У них это хорошо получалось и получается, поэтому они выбрали то, что хорошо работает, что хорошо получается, так, и они потихонечку отодвинули в сторону интерес к пилотированным полетам. Поддерживается вот это вот участие Соединенных Штатов так, в поддержании и в работе на МКСе, ну, какие-то обязательства там, потому что рассчитывали, что 15 лет и потом все, а на счет может 15 лет поработать. Так, и дальше Конгресс не готов вообще к такому развитию. Шаттл закрыли, своего корабля нет. В недрах НАСА, особенно в структуре отряда космонавтов, астронавтов НАСА, тоже глубокое значит, уныние, потому что они привыкли быть всегда первыми лидерами, и знаете, вдруг он, простой член экипажа на российском корабле. Я вспоминаю Союзополон, как они ну, вежливо так понимающие улыбались, крохотная кабинка, они сейчас с большим удовольствием в эту кабинку крохотную лезу, так, потому что он надежный, он крепкий, как не просто орех, который расколется, а нормально сделан по-русски, так. Вы бы видели лица и астронавтов, так, и членов их семей, которые встречают, что да, в пустыне, да, посадка не очень мягкая, так, но тем не менее они нормально улыбаются, счастливые. А все эти какие-то мелкие, а у них что, приводнение было нормальным, что ли, сколько было на грани жизни и смерти у них, даже Аполлон перевернулся, и там они наглотались еще газов, так, и потом Дико Слейтову пришлось делать операцию на легкую. Тоже не так все бархатно и мягко. И это просто дорога в космос. И я не вижу здесь какой-то базы для ненужной компетиции, потому что ну нету ее. Вот есть новая задача, есть деньги, так, есть группа интересов, которые сконцентрированы на сверхдальних полетах. И получается, и как еще получается, здорово. А у нас неплохо с орбитальными делами, очень неплохо. Мир затопили, он мог бы еще поработать лет пять, может быть, как минимум. МКС, без российского сегмента, это вообще не станция, в принципе, не могло бы существовать. опыт эксплуатации мира подтверждает, это уже гарантия того, что 15 лет российский сегмент обеспечит жизнедеятельность. Сегодня получается удвоение срока. Уже речь идет о 15 дополнительных лет. Это что, не показатель? Могем. Еще могем. Могем. Почему нет? А дальние все полеты, так, освоение Луны, там, ну, время покажет, потому что не только нам решать, так, но уже идут молодые люди, молодые ребята, которые мечтают о других вещах, о марсианской экспедиции, о лунных поселениях, или, может быть, наоборот, там. Но они есть, и их много, этих детишек. И придет время, они будут уже решать и ставить свои задачи. Ну, вот я хотел бы вот в продолжении темы вот такой вопрос задать. К сожалению, сейчас молодое поколение очень плохо знает историю своей страны. Даже о таких, вроде бы, героических страницах, как там Великая Отечественная война, наши достижения в космосе, молодежь путает даты. многие вообще даже не знают ни космонавтов уже, кроме Гагарина, и называть никого, кроме его уже не могут. Вот разве так можем мы свой патриотичный, свой патриотизм воспитать в новом поколении, молодом поколении? Все это опирается на эффективность СМИ. А чем СМИ заняты? Сплошь гламур, и герои дня так в основном это ну опять я не хочу цех актеров так как-то удержать ни в коем случае, но герои дня в основном вот они и есть звезды так эстрады там или или новости так раньше в новостях хоть посмотришь там комбайнер где-то за Уралом там получил знак почета там так орден почета или наградили орденом Ленина там дальше маяк маяк 15 республик обязательно должны звучать разные песни от всех республиках и узбекские и казахские мелодии так и украинские так все это вот так вот шло чередом то есть и на слуху это все как-то воспринимается в общем-то это постоянное воздействие на человеку на его психику на его вообще культуру так то есть но это было еще ощущение единой страны это было ощущение единой страны вы насколько я знаю вы увлекаетесь воздухоплаванием и несколько раз пытались совершить кругосветное путешествие но по каким-то причинам не получилось эту мечту совсем оставили или все-таки она еще живет ну было было время так ну и почему нет не получилось ну значит не получилось но у нас были попытки и финальное в которое я принимал участие мы за 2 миллиона долларов побили рекорд значит по минимальному расстоянию пролетели что-то мились 8 да ну и врезали с горло и все а где это как это было в каком году штат Невада 94-й год любительские разработки они все равно требуют достаточно глубокого погружения со стороны официальных в общем-то структур ну подытоживая можно сказать что с небом как и с космосом шутить не надо да все знают спасибо вам за это интервью удачи вам здоровья и надеюсь что ваша все-таки мечта осуществится кругосветное путешествие тоже успехов ну и всем здравия желаю на многие годы удачи во всех делах спасибо мира благополучия удачи